Здравствуйте! Это новости из мира высоких технологий в студии Елена Иванова. Самый большой в мире гирижабль Bullet 580 с оболочкой из тончайшего кевлара, который в 10 раз прочнее стали, в первый раз был полностью надут гелием в специально построенном для этого ангаре. После установки на него двигателей и другого оборудования воздушное судно будет готово к первым испытательным полетам. Длина Bullet составляет 72 метра, диаметр 20 метров. Гирижабль способен развивать максимальную скорость до 130 км в час, но крейсерская скорость не превысит 60 км в час. Благодаря двигателям, установленным вдоль средней линии пузеляжа, пуля может маневрировать, вертикально взлетать и садиться. Плюс к этому гирижабль может управляться дистанционно или пилотироваться человеком. По словам изготовителей компании и Green Technologies, характеристики Bullet позволят поднимать полезный груз до 7 тонн. Естественно, что чем больше вес полезного груза, тем меньше высота, на которую будет способна подняться это судно. К примеру, с полезным грузом 900 кг, гирижабль может подняться на высоту 6 км. Также этого гиганта можно использовать для экологического мониторинга акватории Мирового океана, патрулирования проблемных зон, например, отслеживания сомалийских пиратов, а также ведение геофизических исследований, предупреждение ракетных атак и тому подобное. Представительский седан Audi A8 с 2011 модельного года будет оснащаться мобильным ходспотом. Это означает, что пассажиры машины смогут подключиться к беспроводному интернету, используя ноутбук или, например, планшет вроде Apple iPad. Передатчик спрятан в антенне на крыше. Представители Audi заявляют, что предоставляемая ходспотом скорость находится на уровне 7,2 мегабит в секунду, а в АП-2 шифрование позволит не опасаться вторжения. Хотя и так трудно будет халявить на точке доступа, перемещающейся со скоростью 140 км в час. Конечно же, заявленная скорость передачи данных далеко не рекордная, но стоит оценить тот факт, что A8 – первый автомобиль с таким оборудованием, устанавливаемый на заводе. Вероятно, вслед за Audi потянутся и другие производители, добавляя в свои премиум-предложения мобильные ходспоты. А других новинках далее. Портативных подзарядных устройств существует уже не так уж и мало, но, пожалуй, Kiwi U-Powered – самая универсальная из них. Включайте его в розетку, USB-порт, прикуриватель в машине или просто кладите на солнце, и его батарея начнет запасать энергию, которую сможет хранить в себе как минимум 6 месяцев. Кстати, задняя сторона устройства магнитная, поэтому Kiwi U-Powered можно одним движением прикрепить к крышке своего автомобиля. Особая конструкция устройства также служит для быстрой подзарядки естественным путем. Три лопасти раздвигаются, как веер, увеличивая поверхность, несущую солнечные панели. В комплекте с Kiwi U-Powered входит 11 переходников, позволяющих устройству заряжать практически любой электронный девайс. Модель стоит 50 долларов. Голландский дизайнер Jasper Decker представил концепт кухонного крана с электронным контроллером. И это нечто большее, чем сенсорное управление. На сей раз речь идет о бесконтактном жестовом интерфейсе, который реализован при помощи массива инфракрасных сенсоров, определяющих положение и движение руки. Достаточно просто провести рукой над краном, и из него польется вода. Повторное движение увеличит напор или добавит горячей воды. Обратное движение отключает кран. Кроме того, предусмотрена возможность переключения равномерной струи в рассеянный поток, чему соответствует специальная жестовая команда. В Японии состоялась презентация экзоскелета HAL-5. Профессор университета Цукубы Йошики Санаки с помощью демонстрационных примеров детально рассказал о принципах работы и возможностях применения этого интересного устройства. На презентации демонстрировались роботизированные ноги, способные служить людям вместо утраченных конечностей. Больше всего впечатляет тот факт, что экзоскелет дает парализованным людям возможность ходить и даже переносить предметы. Экзоскелет улавливает биоэлектрические импульсы, исходящие от мозга к периферии, и преобразует их в движение с очленения костюма. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова